МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Ключевые события уходящих 7 дней в центре нашего внимания. Здравствуйте. Битва за урожай вышла на финишную прямую. Регион завершает уборку зерновых. Они сражались за родину. В Гомеле почтили память участников партизанского отряда большевик. Умелые руки. О планах Белорусской гильдии мастеров и ремесленников в актуальном интервью рассказала руководитель организации. Оркестр в погонах. Идет подготовка к торжествам в честь 20-летия пограничной группы. Какой была неделя из жизни Гомельской области, расскажем в ближайшие 26 минут. Уборочная кампания практически на финише. Остались считанные гектары и часы работы. Эта неделя выдалась действительно жаркой. Комбайны в полях с утра и до позднего вечера. Такой процесс можно назвать настоящим конвейером. Комбайнеры обрабатывают поля, водители везут урожай на зерносклад, где зерно, если есть такая необходимость, доводят до нужной кондиции. У каждого своя задача. Но все работают как единое целое. Каждый день в регионе чествовали экипажи, которые достигли лучших результатов на жатве. К механизаторам Гомельского района с подарками пожаловали не официальные лица, а дети. Воспитанники Улуковской вспомогательной школы-интерната и областного детского дома в хозяйство Славмол приехали не с пустыми руками. Поблагодарить главных героев уборочной за их нелегкий труд они решили рукотворными подарками с символическим лозунгом «Спасибо за хлеб». Акция такая приятная, много интересного становится. Не только посмотреть, как молодежь к этому относится, как все к этому относятся. Приятно в том, что есть внимание к человеку, никто не забыт, никто не брошен. Пока комбайны на полях, продолжался и мониторинг хода уборочной кампании. Специалисты Гомельского областного объединения профсоюза с проверкой побывали в хозяйствах всех районов. В центре внимания вопросы техники безопасности, организации горячего питания и обеспечения спецодежды работников. Забота о людях, их безопасность, обеспечение питьевой водой, горячим питанием, спецодеждой – все это в зоне ответственности профсоюзов. И не случайно, ведь профсоюзы всегда стояли на защите от трудовых прав и интересов трудящихся. В нашем районе четко налажено сотрудничество между исполнительной властью, нанимателями и профсоюзами. И, наверное, благодаря этому получается и результат. Ведь сегодня у каждого трудностей немало. Но совместная работа, плодотворная работа, она всегда приносит свои результаты. Можно сказать, что в этом году в регионе у жатвы женское лицо. Представительницы слабого пола помогают отцам, мужьям и братьям. Ирина Рассафонова на жатве уже десятый раз. В этом году даже в свой день рождения в поле. Это первое мое день рождения, которое я провожу вот так. Ну, не знаю. Немножко раньше заканчивалась уборка. Вот ранее. В этом году немножко затянулось в связи с погодными условиями. Хозяйство, которое уже завершили жатву, направили технику отстающим соседям. Сельскохозяйственный десант составил более 40 козерно-уборочных машин вместе с экипажами. А это уже уборка второго хлеба. На полях комбината «Восток» сейчас другие комбайны, картофелеуборочные. Урожайность в этом году на уровне прошлогодней. Сейчас картофель идет на реализацию. Но в ближайшее время в одном из самых крупных овощехранилищ в стране будут закладывать примерно 20 тысяч тонн. В таких условиях – специальная температура, влажность, микропроветривание. Картофель хранится до следующего урожая. Конкретно в нашем регионе, в нашем районе для картофеля начало сезона было не самое лучшее. Немножко сухо было, посадка сухо, потом прошли дождики. Ну, пока более-менее виды на урожай, я думаю, что будут неплохие. Основную, скажем, массовую закладку урожая, начало уборки мы планируем начать где-то 25-26 августа. Убирают аграрии и лен. В этом году в регионе под белорусский шелк выделили почти 5 тысяч гектаров и не прогадали. Урожайность льносемян на 25% выше по сравнению с прошлым годом. А это значит, что в следующем году потребности региона в семенном материале хозяйство полностью закроют своими силами. К другим новостям недели. В Беларуси разрабатывается закон о социальной реабилитации бывших осужденных на базе сельхозпредприятий. Об этом рассказал глава МВД Игорь Шуневич во время поездки в Светлогорский район. Подробнее об этом и не только в обзоре корреспондентов службы новостей. На работу в сельхозпредприятии Беларуси планируют устраивать бывших осужденных. Об этом рассказал глава МВД Игорь Шуневич. На этой неделе он побывал в хозяйстве «Хутор Агра» Светлогорского района, где и начнется эксперимент по трудоустройству вернувшихся из мест лишения свободы, а также тех, кто находится на реабилитации в лечебно-трудовых профилакториях. По словам министра, до конца года «Хутор Агра» переведут из коммунальной собственности Респолкома в республиканское подчинение Департаменту исполнения наказаний. Если эксперимент пройдет успешно, данный опыт распространят все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска. В Беларуси пройдут недели устойчивого развития 2017. Традиционно это событие организуется при содействии программы поддержки Беларуси федеральным правительством Германии в партнерстве с государственными структурами, международными и общественными организациями. В период с 25 сентября по 25 октября пройдет ряд мероприятий на национальном, региональном и локальном уровнях. В Гомельском облсполкоме рассмотрели инициативы для реализации в нашем регионе. Основное внимание планируется уделить IT-технологиям, реабилитации инвалидов и благоустройству территорий. Память партизан и подпольщиков, участников отряда «Большевик» почтили 19 августа. У мемориального комплекса «Партизанская крыничка», расположенного в лесном урочище в пригороде Гомеля, в честь 76-й годовщины создания отряда прошел митинг-реквием. Он завершился минутой молчания и церемонии возложения цветов и венков к мемориалу. Продолжилось мероприятие в областном музее военной славы, где состоялась встреча фронтовиков, бывших партизан и подпольщиков. Вступительная кампания 2017 близится к завершению. На этой неделе в средних специальных учебных заведениях закончилось зачисление поступающих с базовым школьным образованием на внебюджетную форму. Завершился прием документов на платную форму обучения для тех, кто имеет общее среднее и профессионально-техническое образование. Между тем, в Гомельской области подвели итоги вступительной кампании в высшие учебные заведения. Наталья Каприленко владеет подробностями. Для абитуриентов Гомельской области, которые поступали в вузы региона, прошла первая волна ажиотажа и волнения вступительной гонки. По результатам испытаний конкурсного отбора на дневную форму обучения зачислено 2133 человека. Станут студентами-внебюджетниками чуть более 1120 молодых людей. Все вузы области отрапортовали о полном наборе абитуриентов на бюджетные места. Конкурс по этой форме обучения колеблется в зависимости от специальностей. Один из самых высоких сложился в Гомельском техническом университете имени Сухова. На отделение маркетинг 11 человек претендовали на одно бюджетное место. Правда, и набор на эту и другие очень популярные специальности был ограничен. Несмотря на большой конкурс и высокие проходные баллы, абитуриенты стабильно выбирают для поступления специальности экономического IT-профиля и направления по подготовке специалистов нефтегазовой отрасли. Наш традиционный вуз технический, поэтому выделять особо специальности, которые, так скажем, наиболее популярны, тут довольно сложно. В этом году нужно сказать, что в первую очередь по сравнению с прошлыми годами увеличился интерес именно к инженерным специальностям, поэтому конкурс, по сути дела, на все специальности возрос. Но особо хотелось бы выделить это, конечно, направление IT, но и в части самой популярной специальности, конечно же, у нас остается эта специальность разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. В этом году был конкурс 5 человек на место, ну и, соответственно, проходной балл составил 321 балл. Показатель в 321 проходной балл по специальности разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений превысили в ГГУ имени Франциско Скорины. Чтобы поступить на правоведение, нужно было набрать 324 балла. Такие высокие проходные баллы мотивировали абитуриентов сдать централизованное тестирование не просто хорошо, а отлично. В ЦТ прошли около 15 тысяч человек. Это на уровне прошлого года, отмечает начальник регионального центра тестирования Владимир Глазунов. Но вот количество тестов, которые выбрали молодые люди, увеличилось почти на 5 тысяч. В этом году пользовались успехом математика, физика и иностранный язык. Централизованное тестирование – это у нас фактически ступитные испытания в учреждения высшего образования. И у нас в этом году порядка 33 абитуриентов получили 100 баллов. Если сравнивать с прошлым годом, это, наверное, немножко поменьше, потому что в прошлом году было больше 40. Но вместе с тем у нас есть достаточно такие знаковые оценки, как, например, по географии. Это ученик Светлогорской гимназии, он получил 100 баллов. Это первые 100 баллов по географии вообще за историю сдачи географии. Настоящей сенсацией среди абитуриентов в Беларуси стал еще один наш земляк, гимназист-излельчиц Виталий Клевец. Парень набрал 395 баллов на ступительных экзаменах в Белорусский медуниверситет. При поступлении я чувствовал поддержку всех своих родных, близких, учителей, тех, кто за меня болел. Я им очень благодарен. В том, что их теперь уже студенты первого курса – самые талантливые, успешные молодые люди региона, уверенные в ГГУ имени Франциска Скорины. Мы очень довольны результатами вступительной кампании. 1 608 абитуриентов стали студентами первого курса. Это самые подготовленные, самые развитые и интеллектуальные выпускники средних школ и средних профессиональных колледжей. В этом году в ГГУ были добавлены бюджетные места на IT-специальности. Это шесть разных отделений, которые готовят не только будущих программистов, но и специалистов-техников по разработке оборудования для IT-профиля. Кроме того, в университете впервые были набраны студенты по специальности «Социальная работа». Очень популярной становится сокращенная форма обучения. То есть ребята, у которых есть за плечами колледжа, стремятся поступить в университет. Насколько качественно, хорошо подготовлены бывшие учащиеся. И есть ли у них такая более лучшая мотивация, чем у тех, которые приходят просто после школы. Они выделяются среди студентов заочного факультета. Они более мотивированы, они знают свою будущую сферу деятельности, свою профессию. Они уже имеют среднее специальное образование. Поэтому я считаю, что за сокращенной заочной формой обучения действительно будущее. Окончательные данные о точном количестве выпускников региона, поступивших в ВОЗы, будут определены только в сентябре. Пока известно, более 50% выпускников области получат студенческие билеты. 15 ноября возобновится приемная кампания ВОЗы. С этой даты и до 20 декабря будут проводиться приемы абитуриентов в сельскохозяйственные ВОЗы на заочную форму получения образования. До 15 октября всеми ВОЗами страны завершится прием иностранных граждан, поступающих по собеседованию. Наталья Каприленко, Игорь Морищенко, Михаил Рабков. Новости недели. Полным ходом идет подготовка к 875-летию Гомеля. Традиционно готовится насыщенная программа ко дню рождения областного центра. Свою лепту вносят и общественные объединения региона. К примеру, Белорусская гильдия мастеров и ремесленников объявила о решении провести фестиваль колоруху с элементами карнавала-шествия и мастер-классами ремесленников Гомельщины. Об этом и не только в актуальном интервью нашей программе рассказала председатель Белорусской гильдии мастеров и ремесленников Светлана Гаврильчик. Светлана, так как же получилось, что гильдия мастеров и ремесленников была создана с центром в Гомеле, а не в Минске, в столице? Здесь, в областном центре в Гомеле, побольше ремесленников? Или же все-таки дело в инициативных жителях? Ну, вы знаете, вопрос очень прост, конечно, но минчане до сих пор очень ревностно относятся к тому, что центр в Гомеле, а просто там живет их лидер. Но хотя мастеров у нас, конечно, очень много, очень талантливых в Гомеле, и хотелось бы, чтобы их знали люди. Чего удалось достичь за эти несколько лет, что вызывает особую гордость? Я могу сказать, что нам уже практически два года, и я считаю, что у нас есть хорошие подвижки. У нас 80 человек, если учесть, что практически каждый год у нас все равно идет обновление состава. Вот, у нас уже есть свой сайт, у нас есть сайт колорухи феста, который мы планируем проводить один раз в два года. У нас уже создалась хорошая крепкая команда, а команда это все-таки делает все, мы командные игроки. У нас уже есть структурное подразделение в Сморгоне, Гродненской области. Мы работаем, мы участвуем во всевозможных проектах интересных, да, мы участвуем в выставках. Мы стали чаще ездить, вот, благодаря моему заместителю Наталье Решетник, она очень активно взялась как бы за эту работу, поэтому это уже и Солигорские дни шахтера, это уже не только славянский базар, это уже и наша гомельская весна, экономические формы, то есть мы работаем. Ну, кстати говоря, за эти несколько лет стали появляться филиалы представительства в регионах, и это здорово, гильдия расширяется. Какую, видите, миссию вашего объединения в будущем? Случайности не случайны, и я благодарю судьбу за то, что свою трудовую деятельность я начинала в Союзе архитекторов БССР. Я там работала консультантом творческих мероприятий, и первая запись моей трудовой книжки, это было за организацию 19-го съезда Союза архитекторов БССР. То есть я пропиталась вот этим духом. Это настолько было потрясающе, потому что тогда мы принадлежали к Союзу архитекторов СССР. У них уже был свой дом творчества, который находился в Гаграх, и я тоже там отдыхала на берегу моря. Я видела, как пенсионеры, ну что, молодая девчонка, я вижу, как они собирались на свои мероприятия, когда женщины надевали шляпки, они пекли торты. И мне, как молодой девчонке, было удивительно на это все смотреть. То есть они вместе отмечали Новый год, мы вместе ездили в Польшу. Это был единый организм. И поэтому, когда возникла идея создать Гильдию мастеров-ремесленников, я не сомневалась ни на минуту, что это должен быть творческий союз республиканского значения. Что мы хотим? Мы хотим добиться того же, чтобы это был единый организм по всей республике. Ориентир достаточно серьезный, удача в ваших проектах. В сентябре, я знаю, Гильдия планирует провести достаточно большой фестиваль с мастер-классами. Расскажите, что уже известно. Я благодарю нашей власти, область полком Горы с полком управления идеологией и культурой, за то, что они разрешили провести нам пилотный проект нашего огромного мероприятия под названием «Фест-колоруху». То есть наш логотип, который мы скоро зарегистрируем, это колесо, внутри которого находится коловрат. То есть колесо движения. И вот мы хотим это колесо закрутить уже по-взрослому, для того, чтобы сделать праздник для мастеров и ремесленников. У нас должен быть свой праздник, который будет объединять этих талантливых людей. Это будет не просто праздник, это не будут просто торги. Мы сделаем карнавал, шествие, в котором будут идти наши мастера и ремесленники. И мы обязательно сделаем последнюю колонну, в которой будут идти жители города, которые захотят похвастаться именно своим трудом. То есть пусть они делают шляпки, пусть они вяжут себе или шьют какие-то наряды, пусть они просто наденут какой-нибудь интересный наряд своему питомцу, свяжут какую-нибудь одежку своей собачки и возьмут ее на поводок и пройдут в этой колонне. И мы обязательно сделаем конкурс зрительских симпатий, когда каждый сможет зарегистрироваться и показать себя во всей красе. Мы хотим, чтобы этот праздник был для всего города. Что ж, спасибо за это интервью, успехов в вашей инициативе и до встречи на фестивале. Спасибо огромное. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. И сейчас вашему вниманию короткий обзор от службы информации. В Ветковском районе прошли тактико-специальные учения Гомельского гарнизона Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели впервые продемонстрировали мобильный пункт для работы в паводковый период. В этом году его приобрели в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Оснащение подразделений с современными техническими средствами продолжится и дальше. Сейчас реализуется проект по приобретению специальных автомобилей для ликвидации химических аварий. В областном центре почти 100% школ уже получили паспорта готовности. В новом учебном году свыше 200 учреждений образования и спорта примут около 79 тысяч детей. На подготовку учреждений образования направили примерно 3 миллиона 200 тысяч рублей бюджетных средств, что вдвое больше, чем в прошлом году. Примерно столько же принесли дополнительные источники финансирования – гуманитарная спонсорская благотворительная помощь. В Яблоневом саду, расположенном на транспортном кольце в начале Реческого проспекта, прошло традиционное празднование преображения Господня или Яблочного Спаса. После божественной литургии священнослужители осветили яблоки нового урожая. Для гостей праздника подготовили также развлекательную программу и выставки декоративно-прикладного творчества. Бегом, ползком и вплавь почти 7 километров по пересеченной местности преодолели участники Киокушиновской гонки, которая состоялась в Реческом районе. Бойцовский забег организовали Гомельская областная федерация контактного каратэ «Сакура» и Гомельский центр восточных единоборств. Мероприятие прошло впервые. На старт Киокушиновской гонки вышло несколько десятков человек разных возрастов. Телерадиокомпания «Гомель» продолжает съемки цикла программ «Человек-года». Уже в ближайшую среду в эфире телеканала «Беларусь-4» очередной выпуск. На этот раз телезрителям предстоит познакомиться с обладателем премии Гомельского облсполкома «Человек-года», который одержал победу в номинации «Служу Отечеству». Речь пойдет о главном специалисте отдела кинологической службы Гомельской таможни Владиславе Доронине. О гомельском кинологе и его четвероногих помощниках. Материал Светланы Князевой. Первые навыки работы с собаками Владислав Доронин приобрел во время прохождения срочной службы на государственной границе. Именно там он оценил обучаемость и преданность четвероногих помощников. Демобилизовавшийся из армии Владислав через какое-то время услышал от друга о наборе в кинологическую службу. Решил попробовать. Успешно прошел собеседование и в 2009 году был принят на государственную службу в Гомельскую таможню. Основная задача работы кинологов это борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Также служебные собаки ищут оружие, взрывчатку, сигареты, валюту. Владислав Доронин говорит, что у него работа хобби. Она никогда не заканчивается. Собака рядом дома и на работе. Людям со стороны часто кажется, что это и не работа вовсе, а сплошная игра. Во многом так оно и есть. Собака учится через игру, работает через игру. Для нее поиск наркотиков – это игра. Важно понимать, считает Владислав, что собаке тоже бывает тяжело. И физически, и психологически. Поэтому хозяин касты старается находить с ней общий язык, не прибегая к бесконечным командам. У него действует принцип – меньше команд, больше удовольствия от работы. Каста совсем не похожа на мою предыдущую собаку. Ну, только то, что она овчарка, а так, по сути, абсолютно разные собаки. Бесстрашная. Самое главное, чего я хотела от молодой собаки, чтобы она ничего не боялась. Резвая. Смышленая. Можно сказать, основные качества собаки, которые работают на границе. По мнению Владислава Доронина, самое главное в работе с собакой – это терпение. Важно иметь определенные знания в ветеринарии. Интересоваться современными методиками подготовки собак. За время работы в Гомельской таможне кинолог Доронин неоднократно принимал участие и побеждал в соревнованиях по служебному многоборью кинологов. Активно участвует в общественной жизни таможни. За время прохождения службы в отделе кинологической службы стал от инспектора до главного инспектора. Владиславом выявлено более шести фактов перемещения, я имею в виду 16-й год только, более шести фактов перемещения через таможенные границы наркотических средств и психотропных веществ. На счету Владислава Доронина немало грамоты и благодарностей. Имеет и нагрудный знак Государственного таможенного комитета Республики Беларусь за отличие второй степени. Подробнее о победителе в номинации «Служу Отечеству» смотрите в программе «Человек года» в среду 23 августа в 20.20 на телеканале «Беларусь-4». Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. Радиостанция «Гомель-ФМ» на этой неделе отметила 16-летие. Слоган праздника звучал так – «Отрывайся, как в свои 16». «Гомель-ФМ» – это современное радио для взрослых и активных людей. Весь праздничный день слушатели радовали эфирные акции и подарки. В ближайшие несколько минут об этом и не только более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Проникнуться красотой белорусской природы и взглянуть на окружающий мир в необычном ракурсе позволяет выставка фоторабот Елены Китаевой. На этой неделе оригинальный выставочный проект «Заходьте у храм Зелено-Белый» представили в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина. Первые снимки Елены Китаевой были сделаны в Крыму, но, как оказалось, родная природа по красоте не уступает. А потому сейчас в работах автора все чаще превалируют родные белорусские пейзажи. Они сияют сочностью и пестротой красок, от них исходит по-особенному радостное и позитивное мироощущение. Именно за это фотографии Елены Китаевой заслужили признание и высокую оценку не только зрителей, но и компетентного жюри. За год занятия любимым делом она неоднократно становилась призером различных творческих состязаний. Здесь же, в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина, на уходящей неделе состоялся финал конкурса детского творчества «Минута славы». Юные звездочки демонстрировали свои таланты в самых разных направлениях – музыкальное и инструментальное искусство, хореография и оригинальный жанр. На сцене они держались как профессиональные артисты. В каждой учрежденной номинации были определены свои победители. Они получили почетные грамоты и подарки от организаторов конкурса. Радиостанция «Гомель-ФМ» на этой неделе отметила 16-летие. Весь день слушатели радовали эфирные акции и подарки. Слоган праздника «Отрывайся, как в свои 16». Варианты отрыва были самые разные. Прямо в студию установили велотренажеры. На них в километровую гонку отправлялись гости – обычные слушатели. Однако в свой день рождения «Гомель-ФМ» вышла и за пределы эфирной студии. В одном из кафе слушателям предложили найти диджея и сделать с ним селфи, а взамен получить сладкий подарок. К кульминацией праздника стала пенная вечеринка на центральном пляже Гомеля. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. Во дворце Румянцевых и Паскевичей будет звучать музыка всемирно известного композитора Фредерика Шопена. Вальсы, мазурки, этюды, баллады в исполнении талантливой пианистки Татьяны Старченко позволят слушателям окунуться в мир прекрасных мелодий, тонких чувств и переживаний. А тем временем Мозырский объединенный краеведческий музей всех желающих приглашает посетить экстравагантную выставку «Вене арт». Здесь представлены работы в технике акриловой и акварельной живописи, а также в таком направлении изобразительного искусства, как калаш. И на этом все. Самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина, Евгений Макеенко и Игорь Морищенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На 30 августа в Гомеле запланированы торжественные мероприятия, посвященные 20-летию Гомельской пограничной группы. К их проведению в эти дни активно готовится и военный оркестр этого подразделения. В эти жаркие дни многие репетиции проходят на свежем воздухе, и за одной из них понаблюдали наши корреспонденты. Мы предлагаем вам порцию позитива от музыкантов в погонах. «Новости недели» Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи!